библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгий добыкин мы с вами на английском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать книгу тавита шестая глава давайте вспомним что было в предыдущих главах и так был благочестивый человек который звали тавит он был женат у него был единственный сын который звали тавия тавит попал в сирийский плен который начался еще в восьмом веке до рождества христова он был благочестив но так произошло что он ослеп и ослеп и обеднел и чтобы как-то выжить он решил отправить своего сына тавию в другой город чтобы тавия забрал серебро которое когда-то тавит отдал своему родственнику тавит молился и бог послал ангела который звали рагуил он явился естественно как человек представился представился азарий сыном анании и они отправляются вместе кроме этого есть параллельная история история сары она страдает от того что семь раз выходила замуж но до того как они с мужем начали жить семейной жизнью демон по имени осмодей нападал на этих мужчин и убивал их она тоже молится чтобы господь избавил ее от этого позора является ангел потрудным которого представляют как человек он не обманывает просто не говорит что он действительно ангел он называется свои псевдонимы потому что его имя имя его отца они говорящие и вот эти два юноши один юноша это тавия другой это ангел который виде юноши они отправляются в ботаны за этим серебром отец дает наставление мать прощается и плачет на этом заканчивается эта голова шестая глава шестая глава немножко так обрывает то что происходило в пятой главе потому что первый стих говорит и перестала наплакать кто перестала мать перестала ну а само повествование начинается уже со второго стиха и так путники вечером пришли к реке тигру и остановились там на ночь они ночуют понятно что ангел как дух спать не будет и святители дмитрий ростовский приводит вот этот отрывок иллюстрирует этот отрывок как то что ангелы не спят и охраняет и охраняет людей которые спят значит юноша пошел помыться он мог правда пойти просто умыться а мог пойти совершать ритуальное омовение но из реки показалось рыбы хотел поглотить юношу тогда ангел сказал ему возьми эту рыбу юноша схватил и вытащил на землю значит вот с этой рыбой много там вопросов что это за рыба которая могла напасть на человека и пытаться его там утащить ну толкователи предлагают там разные названия предлагают что предполагают что это вообще была даже акула которая могла заплыть из персидского залива подняться очень высоко ну хотя она вряд ли другие предполагают что это крокодил был правда крокодилы насколько мне известно не водится в тигре есть толковать или что название каких-то рыб которых я прочитал пытался найти что это за рыба и не нашел пожалуй самое такое нормальное объяснение предлагает один из единственных пожалуй русских исследователей книги тавита николай дроздов он предполагает что это было либо щука либо еще более вероятно сом теплая вода самый могли вырастать до огромных размеров и действительно могли напасть на человека и начать его тащить воду тем более если тавит прошу прощения тави не имел опыта жизни возле реки а мы читаем в предыдущих главах такого опыта у него не было ты могло просто показаться что действительно его это рыба тащит под воду и так юноша вытащил рыбу сказал и сказал мангер отрежь и бы возьми сердце печень и желчь и сбереги их юноша так и сделал рыбу они испекли и съели и пошли дальше дошли до экботан значит вот вернемся снова к этой рыбе что это за рыба была там предлагали крокодил предполагали акула но и акулой и крокодил являлись животными нечистыми с точки зрения закона моисеева их есть было нельзя та же проблема была с самами могла бы проблема с самами что их тоже есть нельзя поэтому есть вариант как который предлагает голод раздов это представить что это все-таки щука была вот ну и в отправляются дальше и сказал юно юноша ангел брат азаре брат азаре к чему это печень и сердце желчь из рыбы он отвечал если кого мучает демон или злой дух то сердце и печень должна курить перед таким мужчиной или женщиной и волей уже не будет мучиться а желчь помазать человека который имеет бельма на глазах и он исцелится значит вот здесь есть определенная сложность вот желчи там понятно желчь можно взять илью высушить но либо добавить какую-то мазь и действительно мазать если мы используем там растения и растения или части животных как лекарство то может быть и желчь но вот конечно с курением сердце и печени это конечно вопрос получается что какой-то физический предмет сам по себе может влиять на духовный мир но такой подход это конечно подход магический и поэтому на это обращали внимание экзегеты и они прямо открыто говорят что нет в данном случае конечно не не сама по себе печень или сердце могут изгонять бесов ну или как как использование каких-то там ароматических веществ могут сами по себе изгонять бесов то что никакой предмет не может влиять на духовный мир но с помощью вот этого физического предмета бог и его ангелы могут уже влиять поэтому в данном случае да это физический предмет но он действует не сам по себе он действует вместе с богом вообще вот это курение дыма оно часто было связано с браком потому что по представлениям древних во время брачной церемонии по представлению древних даже язычников по во время брачной церемонии спальню к молодым могли напасть демоны и чтобы их отогнать использовали ароматические вещества сжигали чтобы отогнать этих демонов например в книге песнь песни есть такая такая картинок идет девушка и вокруг нее стал бы дыма что это за столбы дыма этот дым от сжигания ладана ну хорошо идемте дальше когда же не приезжали краги ангел сказал юношу брат ныне мы приночем урагуила твоего родственника которого есть дочь по имени сара я поговорю о ней чтобы дали ее тебе в жены ибо тебе предназначено наследствие так как ты один из рода ее а девица прекрасная умна что здесь почему такая фраза о наследство которое предназначено тебе сара единственная дочь урагуила и эдны и случай смерти рагуила то остается наследство наследство по священному писанию ну и по более древнему обычаю должно передаться не не жене как у нас сейчас и это наследство должно было разделиться с дочерью ну или с наследником это наследство всегда передалось именно наследнику не ближайшим родственникам не жене именно наследнику наследство получали мужчины женщина когда выходила замуж она прерывала свои экономические или там экономическими взаимоотношения с прежней семьей и она уходила в семью мужа поэтому наследство получали только мужчины но могла возникнуть такая коллизия когда у человека не было наследников мужского пола и тогда наследство передавалось в таком редких случаях дочери но при этом были определенные ограничения которые описаны в книге чисел ограничение следующее эта девушка получала наследство но выйти она должна за своего родственника из своего колена чтобы земля в книге числа речь идет о земле не перешла к другому и вот здесь та же самая ситуация здесь нет земли здесь есть просто имущество она должна выйти замуж за родственника чтобы имущество осталось вот как бы в семье не ушло в другое колено почему здесь речь идет о том что ибо тебе предназначено наследство наследство действительно передавалось девушке но когда она выходила замуж все это наследство этим наследство мог распоряжаться только только муж рафаил говорит о том что он поговорит с поговорить с отцом и тогда мы возвратимся ракса совершим брак я знаю ругалу он никак не даст ему же чужому вопреки закону моисю иначе парень будет смертью так как наследство следует получить тебе они к другому кому значит здесь вот это мужу чужому значит вопреки закону моисеева понятно что ругал как отец сара мог ее выдать замуж за любого но закон предписывал все-таки отдавать за родственника чтобы имущество сохранилось в колени иначе повинен будет смерти его не побьют камнями но проблема вот в чем библия очень часто говорит о сохранении имени то есть человек умер а имя должно сохраниться и если сара бы вышел за какого-то другого мужчины мужчину то имя рагуила умерла и поэтому как бы убьет весь свой рот хорошо тогда юноша сказал ангел брат азаре я слышал что это девицу отдавали семи мужам но все не погибли брачной комнате а я один у отца и бою как бы войдя к ней не умереть подобно прежнему ее любит демон который никому не вредит кроме приближайся к ней и потому я боюсь как бы мне не умереть и не свести жизнь от самого и материной печали обо мне во гроб их а другого сына который похоронил бы их нет у них то есть вот эта история с этим демоном который звали осмодей она известна естественно тавея боится боится свою жизнь вот вот фраза ее любит демон ее любит демон она такая непонятная что что хочет сказать то ли он предполагает что просто демон как бы никого не допускает до нее либо есть такая мысль что здесь вообще какие-то отношения между сарой и этим демоном но хотя скорее всего навряд ли потому что тавея уверенно продолжает говорить и готов готов вступить брак сары ангел сказал ему разве ты забыл слова которое заповедал тебе отец твой чтобы ты взял жену из рода твоего послушай же меня брат не следует быть твоей женой а один и не беспокойся в эту же ночь отдадут тебе и в жены тавит говорил о том что тавея должен жениться на женщине своего рода в данном случае имеется ввиду не не в том смысле что вот она должна быть его родственницы а то что она должна быть еврейкой почему это важно потому что если она еврейка то она иудейка она исповедует веру в истинного бога и она сохранит эту веру значит что советует ангел только когда ты войдешь в брачную комнату возьми курильницу влаживание сердце и печени рыбы и покури покури покади и демон ощутить запах удалиться и не возвратиться никогда когда же тебе на дом будет приблизиться к ней встань встаньте оба вызовите к малосердному богу и он спасет и помилует вас здесь приблизиться к ней то есть вступить в семейные отношения в плотские отношения вот и здесь говорится что перед этим они должны молиться и бог примет их молитву и защитит не бойся ибо она предназначить тебе от века и ты спасешь ее и она пойдет с тобой я знаю что я будет от нее дети послушай этот аид полюбил ее и душой крепко прилипелся к ней ну давайте здесь разберемся значит предназначена тебе от века каждый так быстро прочитывается на самом деле очень романтично и последующие стих тоже очень романтичен вопрос когда заключаются не заключаются браки такой интересный существует один еврейский мидраж одна римская матрона спросила у раввина а чем занимается бог после того как он почил отдел своих создав мир и он ответил достаточно быстро он заключает браки он подбирает браки ну матрон это рассмеялась сказала какая глупость вот я очень легко могу своих рабов переженить она так и выстроила рядочек 2 рядочка в одной женщины ставь другу мужчина горит так вот ты женишься на это ты выйдешь замуж за этого в общем как бы переженила на всех на следующее утро она собирается эти рабы падают на колени перед этой хозяйкой и умоляют чтобы она их развела ничего не получается там все побитые поругавшиеся там не выспавшиеся вот они умоляют хозяйку развестись но и тогда хозяйка поняла что действительно брак это дело серьезное и нужна божья помощь ну и уверовала что действительно бог соединяет соединять людей вот предназначены тебе от века то есть у бога был замысел протавита и протавию ну и соответственно этот замысел включал себя брак обратите внимание что бог занимается даже такими вещами как многие подумают что как бог будет заниматься браком да бог тоже и этим занимается почему потому что это важно важно и для спасения вот и последний последнее предложение 6 главы она очень романтично обратите внимание выслушав это то есть вот это описание тарея полюбил ее тарея не видел сары он слышал только они но видимо рассказ ангела был так эмоционален может быть он не весь здесь приведен может быть он так рассказывал какая она и он в нее уже влюбился и готов отправиться для того чтобы посвататься к ней но об этом уже следующий главе в седьмой а мы с вами прочитали шестую главу книги тарита меня зовут дмитрий добыкин мы с вами были на библейском портале цвет спасибо за внимание всего доброго до конца